Ровно год назад, 30 мая 2017 года, районный совет запутатов избрал главу Щелковского муниципального района Алексея Валова. Настало время подвести итоги его работы за этот период. 211 тысяч человек проживают сегодня в Щелковском районе. На создание комфортной среды для всех и каждого ориентирована работа исполнительной власти. Основные социально-экономические показатели говорят о том, что развитие муниципалитета не останавливается, несмотря на трудности в экономике страны. Алексей Валов, рассказав о результатах работы всех отраслей, отметил, что некоторые показали значительный рост. В частности, почти 10 миллиардов рублей составил объем инвестиций, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое. Основные вложения приходит цена. Щелковский перинатальный центр – 3,2 миллиарда рублей. Валентафарм – 1,2 миллиарда рублей. Газпром космической системы – 788 миллионов рублей, 600 тысяч. Конфарм продакшн – 761 миллионов рублей. На 92 миллиарда рублей произвели товаров, работы и услуг предприятия крупного и среднего бизнеса. Это на 10% больше, чем в 2016 году. Малый бизнес тоже не отстает. За год в этой сфере открылись 2000 предприятий. Рост производства составил 179%. На развитие предпринимательства направлено открытие двух каворкинг-центров. В результате профицита бюджета, доходная часть которого составила 6,5 миллиардов рублей, район выполнил все обязательства в рамках 13 муниципальных программ. В приоритете остается социальная сфера. В районе продолжается строительство детских садов, школ, спортивных объектов. За счет введения новых детских садов и ремонта существующих дополнительных, создано порядка тысячи мест в детских садах. Открыты пять ясельных групп, и в этом году планируется открыть еще пять ясельных групп. Сегодня 10% школьников Щелковского района обучаются во вторую смену. По указанию президента, этот показатель должен быть сведен к нулю, и в ближайшие годы для этого есть все возможности. В этом году подрядчик вышел на площадку строительства долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне Солнечный в городе Щелково. В то же время ведется поток строительства. Школа на 1100 мест в микрорайоне Жигалово. Новый корпус на 550 мест школы номер 11 имени Титова в микрорайоне Чкаловский. Школа на 825 мест в микрорайоне Потапово-3А. Школа на 1075 мест по улице Шмидта, города Щелково. Школы на 500 мест в поселке Новый городок. Пристройки на 550 мест к школе номер 16, города Щелково. Здание начальной школы на 160 мест, поселок Клюквенный. Несколько показательных событий в здравоохранении. Начал работу перинатальный центр. В 13 из 20 учреждений продолжаются ремонты. Эти и другие факторы делают наш район привлекательным для медицинских кадров, за что район даже получил премию «Прорыв года». Нашли работу 92 врача при плане 29 и 141 специалист среднего звена. Работникам сферы здравоохранения выделены 23 квартиры и 37 жилых помещений в муниципальных общежитиях. 30 врачам предоставляется компенсационная выплата для оплаты съемного жилья. На качество жизни влияет и ситуация в ЖКХ. Жители видят перемены, ремонтируются дома и подъезды, благоустраиваются дворы. Пять модернизированных ВЗУ обеспечили город и поселение чистой водой. Развивается транспортно-дорожная инфраструктура. Наконец-то началось строительство моста через Клязьму на улице Фабричной. Четвертый год продолжается формирование комфортной городской среды и развитие общественных пространств. В этом году в результате благоустройства берегов Клязьмы пешеходная зона свяжет набережную Серафима-Саровского и городской парк. Объем наших работ позволяет нам сделать вывод, что мы являемся по многим вопросам и направлениям, в том числе обустроить комфортность среды, строительство дорог, тротуаров, лидирующими муниципальным образованием под Москвой. 50 открытых в районе окон МФЦ позволяют повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Выявлять и решать проблемы властям помогает портал Добродел. Налажен контакт с жителями через регулярные выезды, встречи, а также взаимодействие в соцсетях. Важным показателем эффективности работы исполнительной власти является то, что второй год Щелковский район остается в пятерке лучших муниципалитетов Московской области. И что особо отметил в своем отчете Алексей Валов, и ряд депутатов его поддержали, многие достижения стали возможны благодаря тому, что политика муниципальных властей строится в соответствии с позицией правительства Московской области и курсом президента. В ходе обсуждения депутаты сделали ряд замечаний и предложений по работе исполнительной власти, задали вопросы, которые не нашли отражения в докладе. Мы с вами, избранное население, голосовали за партии по партийным спискам. Население приходит к нам на приемы и задает вопросы. И то, что сейчас, как правильно сказал Александр Валентинович, Анатолий Васильевич, Николай Михайлович, действительно очень много вопросов сняты с повестки дня, это положительно. В результате все фракции Совета депутатов, за исключением КПРФ, положительно оценили работу главы и администрации района. По мере поступления предложений я ставлю на голосование. Итак, первое, кто за то, чтобы считать работу администрации Щелковского района и главы района удовлетворительной? Прошу голосовать. Кто за? Спасибо за открытый разговор, спасибо за замечания, спасибо за то, что вы были ко мне честны. Спасибо.